Продолжаем международный турнир Коркина Дмитрия Петровича. Юбилейный турнир. Схватки у нас сейчас будут за место на пьедестале. Малый финал за третье место. За бронзовую медаль, друзья, увидим мы 10 схваток на ковре Б и 9 схваток на ковре С. Да, интереснейшие у нас схватки. И, конечно, нам в первую очередь важно будет посмотреть на ребят сборной Республики Саха-Якутия. Здесь они будут представлены во многих весовых категориях. И 57, и 61, 65, 70, 74. Так что посмотрим за ребятами, будем болеть и наслаждаться борьбой, как все эти два дня. Степан с утра мне говорит, даже жалко, что второй день уже праздник борьбы у нас появился. Конечно, кто любит фанат этого вида спорта и такой большой праздник, когда подходит уже к завершению, всегда какая-то есть грусть на душе. Ну, но самое главное у нас еще впереди. Все впереди, да. И одна из самых главных частей, это вот сейчас уже это финалы считается. Это малый финал за бронзовую медаль. Здесь борцы должны оставить всего себя на ковре, да, чтобы все-таки попасть на место на пьедестале. Да, заключительная схватка для каждого борца, самая важная. И они должны показать все свое мастерство. Да, смотрю весовую категорию 57 килограмм. Ингулан Иванов травмирован, да, и мы посмотрим встречу Мунхардене и Мусамих Тиханов. Да, ну, сейчас вроде объявляют, в этом написано, что травмирован, да? Да. Ну, в любом случае объявить, он должен выйти, руку поднять, поднимут уже руку на ковре и скажут, что травмировал соперник. Но тогда можно Алексея Копылова поздравить с бронзовой медалью. Первая бронзовая медаль уходит в копилку сборной команды Республики. Хорошо, хорошо, да, идет Алексей Копылов в Екатеринбурге, занял первое место на международном турнире. Да. Вот, вышел, обязательно надо выйти, вот руку подняли. Алексея поздравляем с бронзовой наградой. Это первая медаль, разыгранная на нашем юбилейном турнире. И пусть будет это знаково, что сборная Республики Саха-Якутия первая медаль. Да, первая медаль у Республики Саха-Якутия. А мы переходим на центральный ковер, где идет борьба за бронзу между монгольским борцом Бахуяга Мунхэрдене и дагестанцем Мусой Мехтихановым. Да, международная схватка у нас получается. Муса очень опытный спортсмен из Дагестана. А Мунхэрдене мы увидели в вытешительных встречах. Тренируется под руководством Адама Сайтиева. Да, братья Мехтихановы здесь оба борца. Да, и Муслим поборется, и Муса. Муслим в финале, да? А, нет, вернее, он сейчас после 61 килограмм. Будет бороться он с Туменбелегом Тувшентулгам. Братья будут бороться с монголами. Да. И один борется с монголами, и второй будет так же. Так, пока минута пролетела, счет у нас 0-0. Делают разведку борцы. Вяжутся. Ну, пока активные действия никто не принимает. Тоже цена ошибки очень высока. Здесь место на пьедестале. Все прекрасно понимают. Здесь надо тоже подойти с головой, хорошо отбороться. Минимум ошибок сделать. И все-таки постараться где-то даже, или свой любимый какой-то коронный прием сделать. Или подловить своего оппонента на ошибки. Ну, он попытался у Мусамихтиханов пройти в ногу. Хорошо растянул его монгольский спортсмен. Вытянул. Вот, ничего не дает сделать. Равная борьба идет. Ну, Мусы идет, активити тайм висит. И сейчас будет открыт счет данной встречи. Спортсмен из Монголии Мунхердене поведется счетом 1-0. Бороться еще минуту первого периода. Муса тоже очень талантливый. Будет бороться до последнего. Функциональный борец. Полностью распределить тоже все свои силы на 6 минут. Кстати, Мунхердене, по-моему, две схватки провел, да? Да. Утешительные встречи. Да, он тоже прошел. Для него это сегодня уже третья схватка. За короткое время. Да, он забегает. Сделает забегание. Спортсмен из Монголии делает посадку. Забирает два балла у Мусы Мехтиханова. Да, непростой. Непростой соперник у нашего гостя из Дагестана. Монгольский борец. Очень хорошие схватки показал и в утешительных встречах. И, конечно, считалось, что называется, что схватка будет непростой. И Мусы Мехтиханова надо будет поработать основательно, да? Чтобы выиграть. Но пока Мунхердене очень уверенно ведет эту встречу. Контролирует. Еще сегодня, Степан, мы забыли сказать, что также будет вручена серебряная борцовка из чистого серебра лучшему борцу турнира. Да, в прошлом году удостоился этого приза, специального приза Зорбек Седаков. Ну и посмотрим, кто в этом году заберет эту статуэтку красивую. Ну, я как понимаю, кто-то, но не из якутских борцов, правильно? Нет, такого там... Нету по регламенту, что своим не дают. Тогда же 57-й Ариан Тютрин тоже такую борьбу хорошую показал. Ну, все-таки, да, олимпийский чемпион, наверное, в знак уважения тоже, да? Ну, посмотрим. Я, честно сказать, не буду. Да, я тоже точной информации не знаю. Распространяться, но... Получат в любом случае достойный. Фанаты проголосуют. В любом случае это голосуют фанаты борьбы, да? Выиграет достойный. Кто покажет в финале красивую борьбу и станет чемпионом международного турнира? Ну, к примеру, Виктор Расадин может стать сегодня шестикратным и установить абсолютный рекорд, к примеру, да? Ну, имеется в виду, здесь много может быть историй, да? Есть 20-летний атлет из Ирана, который всех поверг в шок, да? Может ему вручать. Сейчас мы загадывать не будем. Просто посмотрим, насладимся борьбой, финальными поединками и уже тоже поздравим борца с этой наградой. Очень хорошая, кстати, идея, очень хорошая награда, да? Для борца, конечно, это память на всю жизнь, что боролся в Якутске на международном турнире. И вот включили мне статуэтку как лучшему борцу турнира. Ну, мы знаем, что, к примеру, да, на Кубке Ивана Ирыгина, к примеру, лучшего своего борца выбирают, да? Из красноярских тоже вручают ему хорошие призовые и памятные медали, ну, какие-то подарки, в общем-то, да? Ну, и лучшему борцу тоже турнира. Кстати, Иргунск-Рябин в год, когда он стал чемпионом, да, помнишь, ему тоже вручили приз лучшему борцу турниру. Еще забирает два балла. На Ирыгинском тоже стать лучшим борцом, это дорогого стоя. Конечно, Ирыгинский тоже садбован на Европу. Это один из самых топовых турниров в России. Это очень яркий был турнир, если ты помнишь, то, ну, в Якутии очень хорошо помнят эти турниры соревнования в Красноярске. 5-0, пока Мусе не удается как-то найти брешь в обороне своего соперника. Да, пробует. Но есть всегда коронка тоже умный, он хорошо делает. Раскрестный захват. Дот, кстати, его ищет, да? Да, все братья. И переворачивает. Бабал. Бабал еще. Еще два балла можно дать, да? Два наката. Еще не, еще не. Вот здесь-то уж точно можно дать уже 6-5, выходит вперед. Мертихан, вот что значит коронка. 8-й же. Еще один. Вот это, да. 50 секунд остается, выходит за ковер, здесь уже не будет засчитан переворот. И 48 секунд остается. Вот это, да, сила воли, мастерство и коронный прием, да, что делает. Вроде всю схватку делал Монхотдене. Да, продумал его в 0-5, и он как быстро взял 10 баллов. Так, помощь медика, да, требуется Мусея Мехтиханову. Брат Муслим сам же в следующую схватку выходит и разминается, и тоже подсказывает. Да, Халит Яхиев секундирует Мусея Мехтиханова. Да, Парпер здорово работает. Мусея Мусея, да, мы видели в предыдущих схватках, с одного положения тоже выигрывал, да, поединок. Проход в ноги от Мунхотдене встает, но защищается здорово. Да, хорошо разворачивается. И ногу контролирует здорово Мехтиханов, 2 балла. Да, здесь еще накрывает, 2 балла. Безусловно, 12-5. Очень уверенно защищается и даже зарабатывает еще 2 балла у Мусея Мехтиханова. Уже, да, последние секунды бросается, конечно, Мунхотдене, но все. Подают друг другу рыбки, это честная была борьба, очень красивая. Настоящий финал с таким большим количеством баллов, да, порадовали зрителей. Доставили и нас немного поволноваться, да? Да. Хорошая схватка. Итак, две медали у нас уже разыграны. Алексей Копылов и Муса Мехтиханов, Республика Саха-Якутия и Дагестан. Первые две медали нашего юбилейного турнира забирают. А мы сейчас перемещаемся на коверце. Посмотрим за схваты Александра Авелова и Денисла Матафтарова. За бронзовую медаль весовой категории до 61 килограмма. Да, на другом ковре у нас будет Муслим Мехтиханов и Туменбелек. Это был финал Ерыгинского турнира в этом году весовой категории 61 килограмм, где выиграл Муслим и стал чемпионом. Да, а тем, кто хочет посмотреть, обязательно можете, у вас есть возможность посмотреть эту схватку на Wrestling TV. Да, на Wrestling TV, на YouTube-канале Триумфт, там можно переключать ковры, ковера, ковер Бэй, можете спокойно посмотреть. Да, здесь у нас Денислам Доктаров, тоже опытный борец из Дагестана. И Александр Авелов. Сейчас вся республика тоже за него болеет. А на ковре Бэй у нас повторение финала Ерыгинского турнира весовой категории 61 килограмм. Этого года, да? Этого года, да. Вот это да, у нас за бронзовую медаль болицы финалиста Ерыгинского, да? Да. Да, и сейчас, конечно, есть, конечно, все болеем за Муслима Мехтиханова, но все-таки у монгольского спортсмена есть шанс. Да, но там хорошо тоже нагревает Муслим Мехтиханов, абсолютно в партере он идеально работает, как и его младший брат. Хорошо проход он делает, прям под пятки, хорошо с крестной сразу. Единая школа, да? Да, единая школа, и вот это все в их стиле. Да, Денислану Тахтару дают пассив. Александр Авелов поактивнее действовал в начале первой минуты периода. Победитель, соревнования годы, Да, берет два балла Денислан Тахтаров. 2-1. Денислан Тахтарова. Денислан Тахтарова. Денислан Тахтарова. «Из как один вяжется вяжется хороший перевод делает и сразу же проход в ноги делает погрузку забирает два балла денислам тактара пытается сделать накат есть накат счет 6-1 уже молниеносно включился в борьбу денислам тактаро да и последняя секунда мы идем на перерыв чуть-чуть расслабился уже в конце александр авелов здесь этим моментом сразу же используется денислам тактаров молниеносно ринулся в атаку сделал перевод забрал 2 балла и накатил сделано к друзья счет 61 час 30 секунд восстановиться у спортсменов послушать тренерские наставления напутствия на второй период не продолжится борьба период здесь надо активнее активнее действовать александру авелову здесь надо ему действовать первому номеру и уже сейчас прям включаться в атаку что время летит очень быстро один ислам тактаров двукратный бронзовый призер чемпионатов россии в этом году он тоже был медалист и в девятнадцатом году ну и является призером чемпионата мира по среди спортсменов до 23 лет уже именитый гость представляет дагестан очень здорово конечно провел первый период авелова сейчас уже терять в общем то ничего да терять нечего я и говорю надо вот включиться не тянуть времени пробовать и навязать свою борьбу действовать атаковать ни в коем случае время играет сейчас против него ни в коем случае нельзя доводить до последних секунд отыграть все-таки пять баллов не так просто тем более у такого мастера до полторы минуты остается до окончания схватки авелову надо быть более собранным то же время надо бороться показывать все что ты умеешь просто выжидательно сейчас хотя мы видели да и в утешительных и предварительных встречах он достаточно такой у него арсенал достаточно богатые у него в общем-то приемов и в общем атакующий стиль он проповедует я бы не сказал что он такой защитный борец но в этой в этом поединке свои сильные стороны пока показать не может это конечно и от соперника тоже зависит но тем не менее да пока ключей подобрать он не может соперам тоже опытный все просто блокирует вяжем кисти рук просто не дает ничего сделать это тоже большое снизу отключает мастерство да тоже показатель мастерства защита тоже борьба за корпус но опытный денислам не дает повода для меньше 30 секунд остается у нас все последние секунды времени надо что-то делать рисковать пытается пытается конечно борется тоже на последние секунды александра вела даже возле края видите как технично грамотно разве чувствую до 1 ислам тактаров не дает даже вот этот балл забрать хотя бы вытолкнуть себя за ковер поздравляем денислама поздравляем республику дагестан поздравляем денислама тактарова у нас первая медаль бронзовая у республики дагестан нет мы сами хтиханов тоже забрал муссана по коборь а муссана тоже да уже две медали у дагестана уже две медали ну и муслим тоже до близок своей победе через или ведет все потом последние секунды истекают тоже поздравляем муслима и муса тоже два брата из дагестана забирают бронзовые медали юбилейного турнира у республики саха якутия пока одна бронзовая медаль алексей кобылов становится ее хозяином айгулан иванов пожелаем здоровья он не смог выйти следующая весовая категория у нас 65 килограмм джулус хан тату но республика саха якутия и абрахим аллахи и лохи да выйдет на ковер он борец из ирана уже третья весовая категория наших малых финалах еще раз напомним что главные финальные поединки у нас будут 18 00 а почетные наши гости внимательно наблюдает за схватками так иранский спортсмен уже центре ковра ждет своего соперника и зерки люша республика 2 тоже вышел до его соперник булат баяс холонов из бурятии тоже параллельно будет будет идти эта схватка еще раз напоминаем что можете вы посмотреть все ковры на преслинг т.в.ру и youtube-канале cspatrium начинается у нас поединок джулс хан тату на вытешительной встречи за 10 секунд сумел выиграть своего соперника уложил на лопатки и на 4 балла был бросок и сразу же зафиксировал чистую победу джулс хан на иранцы в своем стиле всегда напирает всегда давят поддавливают всегда пытаются показать лидерство эллахи молодой но уже опытный в международных встречах тоже обладатель медали очень здорово он начинает эту схватку как мы видим до первым номером работает и устные предупреждения пока джулс хану таттонову показали на двух коврах пока по 0 это только первая минута активнее активнее действие спортсмена за рано на пассив показываем джулс хану таттонову секунд у него сделать активное действие полторы минуты бороться первого периода о чем же с этим 1 2 1 2 2 3 1 2 1 2 2 1-0 На параллельном ковре была два из колонов, ведет 2-0 20 секунд остается Окончание только первого периода Но пока все контролирует Элахье Такая контролирует Сейчас ведут уже на перерыв с таким счетом Да, такой счет Той Поем, я не знаю, что это Прокурат, выяснится Прокурат, выяснится Сидит в море и сел Другой местности Канадам, Россия Так, как все Поем, я не знаю, что это Субтитры подогнал «Симон» 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 так пассив даем иранскому спортсмену показали призываются не еще раз предупреждение активно действовать 30 секунд есть и курбан шараев откроет счет встречи минимальный 1018 секунд терпеть и временем загир шахи в 10-1 выигрывает до 10-1 вот чемпион мира европы вчера конечно смог его выиграть константин капронов до 3-0 схватка завершилась тоже сложный поединок здесь конечно бронзовой финале уверенно увидим якутский финал капитана команды сборной саха константина капронова и виктора садина уже перешел на страну таджикистан выступать мы знаем что это легионер республики саха якутия тоже бывший капитан поэтому сегодня интересная нас в этой весовой категории ожидает финальная схватка тем временем курбан шараев хорошо прошел в ногу пытается доработать запишать за спину раунд заработает до дорабатывает дают два балла судья и все время на первый период завершается раунд заработает до 12% все время на 1-2 и все время на 1-2 и Так, второй период у нас пошел. Да, Курбан Шрайф тоже это делает замечание, разу, что не надо грубо швынговать, прям бить по голове. Ну, грязно довольно, да, в боксе борется, слишком много, да, швынгов, и Алексей Базулин совершенно справедливо наказывает. Да, Курбан даже заранее ему дал сигнал, что нельзя так, в такой форме. Конечно. Правильно, Алексей Базулин сразу дал бал, желтая карточка у уранца. Проходят ноги иранец. Очень настырно об этом, ему не отказывать, да, вот парень до конца бьется просто. Видно, что, конечно, может быть, уступает он, да, в мастерстве, но вот в характере и в желании выиграть уж точно не уступает. И взял даже предупреждение, но тем не менее борется до конца, что очень похвально. Полторы минуты еще бороться, я думаю, что он до последней секунды будет из кожи вон лезть, чтобы, да, хоть какие-то баллы вырвать. Хорошая-хорошая схватка и для Курбан, конечно, сейчас очень уверенно, конечно, ведет, с этим никто не будет, но тем не менее поединок совсем непростой для него тоже. Курбану сдавать баллы ни в коем случае нельзя, у него очень тяжело потом их забрать, у него хорошая защита. Да, о чем ты, да, вот говорил. Всегда будет на дистанции держать, вязать, очень физически крепкий, вот вязкий борец. Для многих даже неудобный, поэтому... Да, Загир Шахиев тем временем доводит свою победу до технической с разрывом в 10 баллов. И еще одна бронзовая награда у сборной с Дагестана, уже третья, я так понимаю, да? Четвертая. Четвертая медаль. Да, я тут помечаю, четвертая медаль у нас. Да, Тахтаров, братья и даже Загир. Да. Все верно. Четыре бронзовые медали у сборной Дагестана, одна пока у Республики Саха-Якутия и у ТВ тоже одна медаль. Да, Республика ТВ тоже одна у нас бронзовая. Какая? Красивая, да. Красивая, да. Ну и все, на этом тоже у нас победа за Курбаном Шираевым. Да, поздравляем мы Курбана Шираева, поздравляем Дагестан, поздравляем борцовский клуб «Искра» с победой. Конечно, Курбан Шираев не ехал за бронзовой наградой, поэтому он таких эмоций не показывает, но тем не менее, в любом случае, лучше, конечно, с медалью, чем без, да? Конечно, конечно, на таком турнире все равно будет тоже работать над этим, над своей ошибкой. Приедет Махмуд Идрисович, присоединится тоже к его ошибкам. Тоже, наверное, видел эту встречу, мы с ним переписывались, поэтому проработает. И ждем, я думаю, в скором времени реванш тоже этих борцов. Так, а здесь у нас один из самых бросковых борцов тоже и на этом турнире, и вообще в России. Это Анзор Закуев, Крым и параллельный зачет Кабардино-Балкария. И Николай Сивцев, Республика Саха-Якутия. Николай Сивцев тоже показал на данном турнире очень красивую, яркую борьбу. Хорошо даже боролся с финалистом в своем весе, Тимуром Бежоевым, да, финалистом чемпионата России в Каспийске и победителем Лиги Поддубного. Ну, совместно в Осетии проходила Кубок Содружества. Ох, Николай Сивцев практически такую кочергу сделал, попытка, да, бросить, но хорошо так провернулся. Анзор Закуев без, не отдал баллы. Да, параллельно у нас идет международная встреча. Турцию представляет Исмет Чевчи и Монголия, Бадбояр, Бацун. Иран уже, ой, Турок уже выиграл. Да, 10 уже успехов выиграл. Да, хороший, хороший борец у нас. Пока только объявляли, он уже 10-0 сделал. Здесь, надеемся, более конкурентная будет борьба. Николай должен тоже показать конкурентную борьбу. Одному из лидеров тоже Анзору Закуеву. Ну, Анзор сейчас тоже новый вес перешел, и, конечно, ему сейчас тоже на стадии, что называется, привыкания к весу, да. Сейчас он будет набирать. Серна, конечно, новый вес меняет физически, все равно чувствуешь, то, что где-то можешь уступаешь. Но хотя Анзор вообще этого не подает, также проводит красивейшие броски. Хороший проход от Анзора Закуева, и есть балл, выталкивает за ковер он Николай Осивцева. У Анзора первый балл. Да, две минуты пролетело, пока одно было действие со стороны Анзора Закуева. Вытолкнул он за зону, вытолкнул за ковер своего соперника. Продолжается борьба. 30 секунд у нас остается первого периода. Тоже крепкий, на самом деле, крепкий Николай Осивцев попался. Опять атака от Анзора Закуева. Хороший проход в одну ногу поднял. Пытается довести, да, просто выталкивает за ковер. Молодец, счет становится 2-0. А здесь уже атакует Николай Осивцев. Да, здесь контратака, конечно, со стороны Анзора Закуева. Четырехбалльный. Ох ты, накрывание сейчас. И чистая победа, да? Да, 12-0. А, время там закончилось. А, закончилось время. Не дали один бросок. Да. Так у нас бросок сделал Анзор Закуевцев. А, нет, все, 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 засчитали, да. Ну, арбитр, видимо, не... Так, стоп. Сейчас разберутся с этим моментом. Да, уходит все-таки, время было. Есть еще шанс у Николая Осивцева реабилитироваться во втором периоде. 8-0, да, ведет Анзор? 8-0, да, они засчитали четырехбальный бросок. Вот здесь вот такая атака. Это попытка. Да, попытка. Это в самом начале была попытка кочерги. Ну, а схватка с участием Анзора Закуева всегда интересная, да? Да, всегда красочная. Это подкупает всегда, конечно. И запоминает такого борца всегда. Но там мы видим, да, на табло, что время уже там закончилось. Совершенно справедливо, в общем-то, судьи решили. Но очень комфортное преимущество у Анзора Закуева. Ну, в общем-то, это и считалось, так скажем, да? И все, два балла. 10-0. Да, 10-0. Да, 4 даже через спину. На, даже 4 балла. 12-0. Не засчитали тот четырехбальный. Повторил во втором периоде. Анзора Закуева поздравляем с бронзовой наградой. Это первая медаль у Кабардино-Балкарии. Да. Ну, не последняя, я думаю. Сегодня Малик Шаваев у нас также в финале. В золотом финале Малик. Да. Малик Шаваев и Тимур Бежоев. Да, сейчас тоже два дальневосточника будут бороться. Это республика Саха-Якутия Василий Кириллин. Это весовая категория до 79 килограммов. И соперник из Еврейской автономной области Владислав Лапаев, который вот проиграл Роману Николаеву в борьбе за выход в финал. Напряженный. Вчера, да, такой мощный парень. Да, вот он перед вами. И Василий Кириллин. Воспитанник Чоропчинской школы вольной борьбы. Он из Бегина-Кангаласского. Ну, тоже интересно будет. На параллельном ковре Халид Яхиев становится, да, победителем. Алид Сакаев травмирован из Азербайджана, поэтому Халид Яхиев становится бронзовым призером. Василий Кириллин. Бабала. 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 Бася. Василий. Забирает. Пал Павлович Пенегин. С Маликом Селимовым. Тоже сидит. Почетный гость. Для Василия, конечно, это очень значимый поединок. Он, в общем-то, не так давно тоже борется. Я вот на республике, на первенство Дальнего Востока тоже выступал. Да, зайти на таком международном турнире уже в тройку. Возьмёт тройку, золото, бронзе верни, да, тогда, конечно, для него будет очень значимый успех. Отличный бросок. Или нет? Дали? Два балла, да? Не дали. Ну, здесь, конечно, уже два балла есть. 4-0 ведёт. Выход под заспием, наверное, 4-4 минуты. Очень эмоционально тоже и зрители, конечно. Здесь у нас вечером, я думаю, здесь вообще будет такой... Такая атмосфера будет стоять. Пришёл, шоу будет прям... И будет очень красивая борьба. У нас неплохие места, Степан, для просмотра. Посмотрим. 4-0, первый период завершится через 35 секунд. Премьер-чурень и Захара. 8-й июля, 21-й год. Его заделили в семейном городе, Соседей Хабаров, Еврейский, Ахабов Майевский, Владислав А. Спаспортил его от заспродиву, Камедра Мастер-Эсска. Призву и Умеренство, Далее Распоршима, в этом году василий выступал на чемпионате россии и сразу попал на усманова не лучше но это все равно опыт конечно против лидера побежала да все равно здесь неплохо начал тарелизова 40 ведет буквально и второй период сейчас мы посмотрим кстати у нас в гостях и руководитель отдела объемного мира борьбы из турции тоже в гостях связь мы не теряем нас миром борьбы очень важно на самом деле важно что наши борцы хоть и в нейтральном статусе но выступая самое главное для борцов все равно выступления это же трагедия на самом деле когда ты в самом расцвете силы тебе не дают возможности выстрелали в принципе все с для спорт свою жизнь конечно пошел к этой медали на просто большая трагедия на самом деле пожелаем нашим ребятам успехов белграде попытка сейчас глаз захвата василен защищается лапаев похвально то что на дальнем востоке тоже бакбары звали до парада море три моря было до еврейско автономная область ну и конечно соседи буряки этого красноярск если у нас будут такие сильные турниры и рыгинский как картинский турнир до борьба всегда будет жить в наших регионах востоке на дальнем востоке в сибири до покупки сейчас броска от лапаева вот такой опасный захват был надо до отключать дома я получается последняя минута сейчас пойдет ну да он понимает что бросок может его вывести вперед до 40 он проигрывать и если он сейчас сумеет сделать бросок то будет уже 4 4 или даже 5 балл до балл дают лапаеву до пассивное ведение борьбы селем кирильдином не надо сейчас тоже уходить в защиту надо свою борьбу тоже навязывать 40 секунд остается еще бороться много всегда борцы говорят да ты не знаешь цену времени пока не выйдешь на ковер да конечно как сколько последний 10 секунд если ты знал как долго для эти 10 последних секунд когда-то выиграют это целое я думаю попробую все-таки сделать бросок может и накроется но рисковать надо василий кириллин близок к победе на срыв атаки был не засчитан он 10 секунд последних все ищет захват лапаев настоящий борец тоже лапаев до последнего бьется два балла 6 1 завершает эта встреча василия кириллина поздравляем с бронзовой наградой 2 бронзовая медаль сборной республики саха и пути горячо горячо приветствует нашего парня весовой категории до 70 9 килограммов василий кириллин мегина кангаловский улов кстати два мегин сада становится призерами и алексей капулов тоже вставляет медалью республики да здесь можно нам посмотреть дмитрия заинодинова с ирансом да давайте парни из красноярска дмитрия заинодинова синим трико выйдет это весовая категория до 86 килограммов его соперник из ирана али мансури я так понимаю все практически иранцы да за медали поборолись у нас практически во всех весах три иранца в финалах золотых и в бронзах тоже они практически все хорошие результат показал очень хорошие борцы тоже аманула гаджи магомедов конечно поопытней своего спортсмена будет но две схватки очень уверенно выиграл кстати турок сегодня утешение и пока 0-0 дмитрий за индинов тоже является бросковитым борцом тоже чувствительный очень любит он посещать республику саха и пути я думаю никакой турниру не пропускает и уже следующий турнир он посетить буквально уже скоро это крылова на всероссийский турнир до пассив дали дмитрию надо попробовать сорвать себя сделать забегание свисток арбитра и продолжится в стойке да на ковре c тоже у нас счет 0-0 исмаил и манула а манула пока счет тоже не открыт у нас да кстати еще одна схватка с участием борца из якути нас ждет после этой встречи максим толмачёв с аланом багаевым интересная схватка будет на едино в тем временем по балла забирает и счет 2-1 уже в пользу красноярца за нединов ждет окончания периода да и ранец тоже не будет на последних секундах сейчас тратить силы и ждем мы вторую трехминутку перерыв на 30 секунд для спортсменов никита сучков секундирует своему собрату красноярцу у никиты по моему две золотые медали нашего международного турнира тоже ежегодно участвует соревнованиях мансури тренер очень активно подсказывает очень активно общается со спортсменом во время перерыва да очень опытный этот тренер тренер сборной страны целы сборной ирана тоже ежегодно приезжает к нам даже два раза приезжает в этом году он был и на турнире романа михалыча дмитриева нашего первого олимпийского чемпиона международный турнир среди молодежи да с никитой тоже успел поговорить я гореть чуть не хватает ему стартов после чемпионата россии хоркинский этот первый турнир его второй период 21 пока дмитрий удерживает правильно аманулла первый балл взял до 1 0 идет 3 борьба на самом деле очень много да действительно дает дым водяку и ранец все время тоже подвижный двигается ну хорошо защищается дмитрий вот надо не допустить конечно такие атаки надо попробовать самому это сделать навязать борьбу что иранцы будут до последней секунды бороться напирать полторы минуты время тает счет конечно минимально опять есть проход со стороны иранского спортсмена защищается дмитрий хорошо разворачивается но здесь выталкивает его за ковер и ранец по качеству оценки еще есть победа у дмитрия попытка прохода и да получается иранца таком же ключи действия все время в атаке там свистов был да я так понял что случилось занединов выигрывает тем не менее да при равенстве баллов по качеству оценки пока ведет иран 30 секунд есть у мансури али мансури очень мощный тоже парень до 2 балла да иранский тренер тоже подгоняет мотивирует прям это будет первая до медали если что до ирана да а нет аллахи уже взял это бы вторая еще четыре балла мощный парень концовки занединов конечно поджал да не хватило ими свежести концовки дает опять идет центру ковра как готовы до хорошо на анально тоже работа тренерская продолжает атаковать 10 2 завершается это схватка и вторая медаль у сборной ирана 100 2 бронза благодарит и болельщиков али мансури здесь у нас аманулла и из моим пока одна минута у них борьбы осталось но у них челлендж вот закончился да и последним ковер переместить посмотреть последнюю минуту схватки вот такая тут гораздо более равная борьба и здесь шансы искал до кучу ксалак турок вот это да танцовку забирает один балл только два балла но там не было по-моему касание да если не зафиксировал я в общем то согласен с тем что не смог взять на последних секундах сейчас челлендж конечно же будет наверно хотя нет да один наверное уже проигран был до 1 челлендж я так понимаю поэтому нельзя 2 челлендж кидать нет тут мне кажется все все было в рамках правил конечно эмоции никуда не денутся и попытка была конечно очень хороший пятая медаль уже бронзовая дагестана 5 медалей бронзовых дагестана 2 у республики саха якутия 2 с максим толмачок центральные ирана тоже нужен ковер б максим толмачок еще есть шанс взять алан багаев очень мощный сопер да максим толмачок красноярский край параллельный зачет республика саха якутия в этой весовой категории сегодня нью-йоргину сергину придется конечно сотворить сенсацию сегодня у реально очень очень сильный соперник из ирана стать вот алан багаев проиграл тоже алан багаев является чемпионом иргинского турнира 1023 года удалось тоже поговорить мне с ним узнал я про иранца он говорит что очень сильный очень мощный иранец поэтому сегодня нью-йоргину прям будет очень тяжело ну будем болеть переживать 00 минута практически пролетела для максима это такая новая весовая категория на в 97 он всегда боролся ну из-за травмы чуть он похудел чуть подсушился и международном турнире коркина дмитрия петровича выступает уже весовой категории 92 килограмма максим окончил здесь где сша 3 который специализируется на вольной борьбе в городе якутске а потом училище олимпийского резерва имени романа михайловича дмитриева ну и по окончании он красноярске в академии борьбы дмитрия георгиевича индияшвили до тренируется уже несколько лет и вот травмы конечно им постоянно мешают вот видите да тоже на колене будем надеяться что успешно он здесь выступит пока у него предупреждение и активите тайна тает он был призером нашего турнира тоже максим радовал наших болельщиков он такой яркий достаточно борец бросковый парень счет открыт 1-0 она дает по ходе кого не надо подвести что нету а пока без них последние секунды первого периода проход в ноги от багаева красиво проход прошел алан 2 балла забирает и работает в захвате последние секунды нет не перевернул здесь и завершается первый период 3-0 а тажудин мухтаров выигрывает свою схватку 11-0 быстренько да тажудина мухтаров вот как раз миргун сергин и смог выиграть в полуфинале в очень непростой схватке так же максима толмачева секундирует тажудин это уже какая медаль мы уже сбиваемся со счета шестая по медаль до дагестан пятая шестая медаль сильнейшая школа конечно все мастера очень высокого класса и 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 да максимум здесь надо конечно включиться попробовать свое сделать одну атаку мы видели со стороны лана багаева хороший проход ногу довел он забрал два балла максиму пока не удается не удается навязать свою борьбу так до крови так понимать травма да у багаева медики сейчас помогут да и попросили до ковер еще потереть сразу после этой схватки еще два поединка и на этом дневная наша сессия завершится и ждем вас 18.00 центра спортивной подготовки триумф церемония открытия финалы и розыгрыш призов максим про занимает центр чуть подавляет конечно пытается лана багаева в зоне подвести тоже напирает напирает молодец здорово когда такой проход багаева но защитился максим шарки ну можно было бы наверное уже и 30 секунд да снова проходит ноги очень здорово получать хорошего хорошая максима толмачева тоже демонстрирует хорошую защиту и сам молниеносно летит но до развернулся упустил как этот момент здесь можно было постараться взять максимум из этой ситуации очень хороший нурок был в ноги до взял снова попытка но защищает здесь багаев подтянулся контролирует 35 секунд свисток свисток и последние атаки забирает 2 и 4 балла много уже 70 алан багаев представитель ханты-мансийского автономного округа параллельный зачет осетия до до северная осетия алания и ханты-мансийский автономного подустал уже конечно еще два балла добирает 90 да очень такой спокойный парень максим и первая бронзовая у нас медаль у северной осетии алании вообще молодой парень конечно юрий немаев боролся вот на кудуховском турнире второе место занял так международная схватка у нас россия-монголия а юр немаев представляет республику бурятию спортсмен из монголии его соперник аргилов так водор 97 килограммов параллельно у нас схватки нет это круговая система была в этом весь поэтому здесь только одна бронзовая медаль ну и 125 килограммов у нас две схватки будет виталий песняк беларусь и кемеровчанин оставь посинок и параллельно монгольский атлет гуган гирил энергии батар и зелимхан хизриев санкт-петербург интересно зелимхан хизриев восстановился после вчерашнего поражения но наверное да временем у него было наверное вот эту схватку мы как раз посмотрим да да можно посмотреть схватку интересная будет и тоже ну и здесь и здесь у нас две схватки международные идут да кстати да и виталий песняка 100 пасенов ангольский борец первые два бавра забирает и идет эту схватку 50 секунд остается до окончания встречи а юр немаев призер перец от дальнего востока 20 секунд а а Ну и яркие моменты этой встречи. Так, Вадорш и Неймаев. Вторая трехминутка. Вадорш и Неймаев. Вадорш и Неймаев. Две минуты еще бороться. И пока еще ничего не меняется в этой схватке. И счет по-прежнему 2-0 в пользу спортсмена из Монголии. А Юр, конечно, пытается найти возможности для проведения атаки, но пока безрезультатно. Надо взять два балла. Как минимум Аюру. И защититься, конечно. Абитр пока неохотно вмешивается в ход поединка. Но здесь снова проваливается Аюр. И Дагвадорш забирает еще 2. И делает счет 4-0 за 50 секунд до окончания схватки. Абитр пока неохотно. Абитр пока неохотно. Абитр пока неохотно. Все. Финальный свисток и 4-0 в пользу спортсмена из Монголии. Дагвадорш забирает бронзовую награду нашего турнира. С чем мы поздравляем команду в Монголии. Ну и нас ожидает заключительная схватка. Категория не удалось выиграть. 4-0 выиграл спортсмен из Монголии. Ну и последняя весовая категория у нас осталось 125 килограмм. Сейчас посмотрим восстановился ли Зелимхан Хизриев после вчерашнего поражения. Такого молодого таланта Ирана. На ковре С мы посмотрим схватку сейчас. На ковре С Уган Гирел, Энергю Батор и Зелимхан Хизриев. Заключительная схватка у нас малых финалов за бронзовую медаль. Но пока нам демонстрируют ковер Б, Виталий Песняк и Остап Басинок. Да, вот КВЦ, Энергю Батор и Хизриев. Зелимхан в синем трико. Да, сегодня также его родной брат Анзор Хизриев поборется в финале с молодым талантом Ирана. Тоже, я думаю, очень тяжело будет брату Хизриеву противостоять такому натиску. Первый балл за Зелимханом остается. Выталкивает за ковер. Зелимхан тоже молодой еще борец, да, я так понимаю. Конечно, опыта ему тоже не занимать, но тем не менее ему еще расти, да. Да, 1-0. О, красивый. Бросок и держит. Да, удерживает, удерживает. Да, это чистая победа здесь. Без сомнений, 5-0 и Туше. Телефан Хизриев. Бронзовая награда уезжает в Санкт-Петербург. Да, поздравляем. Да, вчера, конечно, Зелимхан был очень недоволен поражением и сказал то, что обязательно будет усердней тренироваться и вернется еще сильнее на ковер и поборется с иранским спортсменом. Вчера же он так же кинул, таким же действием примерно кинул уранского спортсмена. Бел уже 4-0. Да, да, да. Бел в счете. А потом началось, да? Да. Потом начался кошмар. Глестящая победа Зелимхана. Ну а у нас вот все-таки заключительная схватка с участием Виталия Песняка и Остапа Пасенка. Кемеровчанин Остап Пасенок, опытный и борец. Да, уже большой багаж опыта имеет. Челлендж со стороны Италия. Ну и, конечно, сборная Беларуси тоже наши друзья ежегодно приезжают. Да, всегда тоже на всех турнирах. И не только спортсмены, но и тренеры, ученые. Кстати, проводился в рамках юбилейных мероприятий, проводилась научно-практическая конференция, да. Очень много ученых приехали, изучают наследие Дмитрия Петровича Коркина и вообще развитие вольной борьбы в мире, в современных условиях в том числе, да. Наука тоже обязательно должна сопровождать спорт высших достижений. И это всегда, конечно, идет тоже на пользу развитию спорта. Судейская бригада очень хорошо, кстати, работает на нашем турнире. Вот рядом с нами проходит очень много знакомых лиц, тех, кто постоянно работает на наших турнирах. Ну и, как мы говорили, у нас главный судья, который работал главным на чемпионате России в Каспийске. То есть опыта тоже не занимать. Да, челлендж проигран и счет 0-2 в пользу Остапа. Да, Остап Пасенок тоже ежегодно приезжает на наш турнир. Сибиряк наш, сосед из Кемерово. Да, время тает 5 секунд. Относительно, конечно, сосед, да. Тоже тут большие расстояния, конечно, большие, но мы, как всех сибиряков, тоже считаем нашими тоже близкими регионами. Тоже, в общем, холодные зимы. Да, да. Нас много что объединяет тоже, конечно. Дальний Восток, Сибирь, Восточная Сибирь. Особенно, да. Красноярск мы практически ежегодно тоже бываем на турнире Ярыгина. И борцы тоже приезжают постоянно, и наши ребята. Все, второй период, заключительная трехминутка нашей дневной сессии второго дня соревнований. Тоже передохнем, Степан, да, до 6. И встречаемся на самом главном, на финальных схватках. Да, и церемония открытия тоже... Я вот не смотрел ни репетиции, ничего, поэтому вообще ничего не знаю, и доволен этим, что для меня это тоже новое. Посмотрим, тоже насладимся. Будет много тоже почетных гостей. Я вот, да, видел, что и Хаджумат Гацалов приехал. Денислан Царк уже здесь, уже несколько дней гостей, кстати, да. Но он в районе, да, к самому другу Виктору Лебедеву прилетел. Да, я смотрю, просто выкладывает, не понимаю, что на турнире нет. Ну, у нас выборы тоже проходят, как ты понимаешь. Ну, Денислан будет здесь на финалах, я так понимаю, и Виктор тоже приедет. 2-0 ведет Остап, полторы минуты. Ну, Песнюку сложно, сложно взять баллы. Очень крепкий, конечно, такой богатырь, да. Уже, я думаю, что по 30, наверное, да, в Песнюку. Очень каждый год вижу, да. Не сдает вообще и свои занятия не бросает, видишь, да, как. Успешно выступает, близок к еще одной бронзовой награде. Он у нас тоже медали точно брал, я помню. И точно не первая медаль у него будет, если он возьмет, конечно. Но Песняк помоложе, да, наверное? Да, молодой тоже борец. Кстати, в Беларуси очень много сейчас борцов, молодых именно, что появляется. Тоже смена поколений, наверное, да, идет понемногу. Последние 40 секунд, время тает, надо попробовать что-то. Ребята выступали у нас на турнире Романа Дмитриева тоже из Беларуси. Вот Козлов, кстати, был, он в финале боролся. Да, Козлов тоже перспективный очень борец. Но перспективный борец сильный, высокий, мощный. Да, ни в коем случае расслабляться нельзя. Остапу надо прям до конца уже додержать, дотерпеть. Родина легендарного борца Медведя. Там не может не быть, да, сильных борцов. Довелось мне однажды побывать в Минске. Ну, это уже совсем другая история. Остапа Пасенка мы поздравляем с медалью. Да, поздравляем. В Кемеровскую область поздравляем Остапа. Бронзовой медалью. Место на пьедестале. Да, и напомним, что у сборной Республики Саха-Якутия сегодня уже две медали. Две медали. Алексей Копылов взял и Василий Кириллен. У Дагестана шесть медалей у нас. Да, у Ирана, если я не ошибаюсь, две тоже. Да, у Монголии две. Ну, и по регионам тоже достаточно много. Да, Тывата, Кабардино-Балкария, Республика Северная Северная Северная. С вами, друзья, прощаемся. Увидимся в 18.00 на финальных схватках международного турнира Коркина Дмитрия Петровича. До свидания. До свидания.